Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Часто в комментариях вы просите и спрашиваете, чтобы я вам показала, как растут молодые кусты винограда на новом деревенском участке. Вот сегодня я вам это покажу, но видео будет состоять из двух частей. Дело в том, что на старом дачном участке я тоже досаживала несколько кустиков. И более того, один из сортов, я вам потом расскажу, какой посажен и здесь, и там. Они абсолютно одинаковые, даже выращенные из одного черенка. Но вот будет разница видна, как оно развивается здесь, на этих почвах, в этих условиях и на тех условиях. Сегодня у нас 12 сентября, и мы с вами идем смотреть, что же у нас и как растет именно на деревенском участке. Вот так выглядит наш виноградник. Некоторые кусты даже пришлось уже по несколько раз прочеканить, потому что они перерастали те подпорки, которые мы для них установили. Конечно же, кустики развиваются в зависимости от своих индивидуальных особенностей. Видите, там он кто-то такой совсем большой-большой. Вот здесь на переднем плане кустик поменьше. А вот этот кустик поменьше. Там тоже видно кустики поменьше. Интересная, кстати, закономерность. Там видно даже. Скучно послен. Дело в том, что там была похота. То есть когда-то эта земля возделывалась, точнее, она возделывалась перед тем, как мы взяли этот участок. А вот эта часть, она не возделывалась. Она была совсем под травой. И, конечно, может быть, это случайное совпадение, но кусты, которые растут на той части, которая не возделывалась, все равно мощнее и сильнее и развиваются лучше, чем те кустики, которые сидят на той земле, которая обрабатывалась. Несмотря на то, что уход за ними абсолютно одинаковый, что за ними, что за другими, ямки мы подсыпали. Я это показывала весной. Но, тем не менее, может это, конечно, совпадение. Однако, мне кажется, что разница в развитии есть. Смотрите, вот это кустики возле дома. Здесь в зелени особо не видно. Вот один небольшой. Второй небольшой. Дальше вакантное место. Там никто не пропал. Это вакантное место. Ну и дальше вот два большуна. Ну, правда, последний немножечко послабее. Вот это до сюда, чтобы было лучше видно. Ну, смотрите, такая разница в росте, она очень сильно объяснима. Конечно, тот крайний мы не берем, но кто помнит первые видео, мои постоянные зрители, наверняка заметят. Вот они, ямы. Здесь были яблони большие. И мы их убрали совсем недавно. Поэтому вот эти два кустика, можно сказать, росли не просто в спартанских условиях, а в очень спартанских условиях. Во-первых, яблони питание подъедали и тень создавали. Дело в том, что это вообще южная сторона, южный пристенок. И когда с южной стороны еще и деревья, которые все это заслоняли свет, то, конечно, кустикам расти было тяжело. Но, тем не менее, не так уж плохо они и выросли. Там потихонечку у нас лоза начинают вызревать. Вот второй кустик, правда, может, из-за солнца будет плоховато видно. Ну, на пару почек они уже точно вызрели. Что уже вполне неплохо, тем более учитывать, что это технические сорта. Чистая витязь винифера, европейцы, достаточно капризные. Но даже они показали вполне хороший рост. А здесь я хочу вам показать вот что. Здесь тоже, смотрите, яблоня растет. И вот этот кустик, это вообще пену-нуар. Клон урожайный, потом еще покажу с другой стороны ранние. Яблоня с северной стороны. И смотрите, его тут ничего вообще не угнетает. Он себя чувствует замечательно и прекрасно. При этом, смотрите, конечно, тут солнце яркое. Но видно, что на раз, два, три, на четыре почки минимум. Он уже вызрел. Ну, а вызрел еще вообще будет замечательно. Вот с этой стороны у нас пену-нуараньи. При том, что, смотрите, соседский сарайчик. В принципе, с солнечной стороны. С южной. Ну, тут и расстояние, конечно, отступлено. Но не сильно его угнетает этот сарайчик, судя по всему. Потому что растет куст просто великолепно. Несмотря на то, что тут уже и крапивки немножко заросло, да, все равно прекрасно и замечательно они себя чувствуют. И смотрите, лоза. Раз, два, три, четыре, на пять, на шесть почек уже нормально выглядело. Почему я показываю именно пену-нуар? Потому что пену-нуар у нас есть и на втором участке. Поэтому я обращаю на него внимание, чтобы было с чем сравнить. Вообще, из всего этого разнообразия. Только вот один кустик у нас растет слабо. Вот он. Ну, ничего страшного. Вырастет. Ну, вот так развивается школка. И там где-то далеко в рядах ходит мой муж и чеканит ее. Ну, его совсем не видно. За мощными большими кустами. А вот пену-нуар они на дачном участке. Ну, небо и земля, конечно, по сравнению с тем, что на деревенском. Хотя, напомню, с одного черенка выращено. Да, конечно, может быть, не стоило его пускать в два ствола. Но там в два ствола прекрасно растет. Здесь слабенький. И мельдию похватал. Ну, прижигли. Но, тем не менее, кустик выглядит в разы хуже. При том, что и здесь мы подготавливали яму. Более того, здесь вот этот вот газон. Когда его закладывали, здесь была очень хорошая подсыпка земли. И с навозом, и с торфом. То есть, плодородный слой увеличивался. И земелька тут тоже отдыхала. Тем не менее, вот разница в почвах, разница во всем. Она очень существенно влияет на рост. Вот еще здесь у меня такой маленький саженец. Ну, сколько тут тоже, сантиметров, наверное, 30 он вырос за сезон всего лишь. Это гранатовая магарача. И еще один небольшой саженец. Вот как-то идет он совсем кустом. Надо было бы, конечно, ему подпорочку здесь поставить. Но тоже такой. Совершенно с другой силой роста, чем то, что я вам показала в начале ролика. То есть, как видите, молодые саженцы, они могут расти совершенно по-разному. И зависит это от очень многих условий. От почвы, от климата и от чего-то еще, что мы с вами не можем предусмотреть. Поэтому одни саженцы могут расти очень хорошо, очень активно. Ну, а другие вот всего лишь вот так. Однако наша основная задача сделать так, чтобы саженцы вызрели. Потому что даже если он будет очень большой и очень мощный, но не вызрит у него лоза, то толку с этого роста нету, потому что зиму он может перенести. А даже если вот такой вот слабенький саженец, совсем небольшенький, и у него лоза вызрит хотя бы на две почки, нам этого будет достаточно. Это уже хорошо. В следующем году он наверстает упущенное. Ну, если кто-то не знает, что делать для того, чтобы лоза вызревала, хотя начинать работу над вызреванием надо было гораздо раньше. Тем не менее, можно это сделать и сейчас. И под этим видео я оставлю ссылку в описании. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов и награды. И мои контакты. До новых встреч!